ПЕСНЯ Проходит, успокойся, чего раскис, прибежит она, повинится, гениальнее всех актрис, эта гордая баловница. А где она, любовь моя, она, в каких краях сейчас она, одна, скучает, плачет до рассвета. А может, рядом ждет меня она, и за окном поет ее весна, брожу один я не спеша, любовь моя, моя душа. Так, повторяй за мной. Ла, ла, ла. А, а, а. Ну что за а, а, а? Где язык? Ну посмотрите, какой сложный ребенок. Нужны индивидуальные занятия два раза в неделю, не реже. У меня запись на три месяца вперед заполнена, так что сейчас запишитесь, через три месяца приходите. Подождите, это долго. Я врач востребован, у меня очередь большая. Ну, вы понимаете, что нам в школу? Ее же не возьмут. А вы можете нас как-нибудь пораньше записать? Я бы с радостью, но... Но это платно. Могу предложить частные услуги. Сами понимаете, недешево. Сколько? Ну, полторы. Полторы? А вы можете поменьше брать? Нет, это ваше право. Так. Хорошо. Что не сделаешь для ребенка? Ну тогда, вот вам моя визиточка. Позвоните вечерком, и мы обо всем договоримся. Спасибо. Вика, пойдем. Пойдем, давай. Вика, пойдем. Иди сюда. Иди сюда, иди. На тебе цветочек и не плачь. Спасибо. 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 Пойдем. Давай. Привет. А я тебя позже ждала. Даже не успела себя в порядок привести. А разве эта роза была не для меня? Оля, ты че делаешь? Видишь, что они за деньгами туго. Ну, надо же мне как-то зарабатывать. В поликлинике копейки платят. Приходится выкручиваться. Просто рядом нет сильного мужского плеча. Ты извини, конечно, но не я тебя бросил. Игорь, по-моему, мы все уже обсудили. А давай не будем о работе. Я же не лезу в твою хирургию. Извините, нужно ответить. Да, Любовь Сергеевна. Да, слушаю, слушаю. Результаты из Авликова пришли? Вот, хорошо. Я скоро буду. Все, счастливо. Спасибо. Нужно бежать на работу. Игорь, давай не будем дуться друг на друга по пустякам. Позвони мне, я буду ждать. Обязательно позвоню. Игорь! Ну, что? Посмотрите сами. Я не думаю, что так все серьезно. Игорь, ты чего? Ты чего это здесь и домой не поехал? Что-то случилось? Нет, все нормально. А с Дашкой? Нет, с Дашкой все хорошо. Значит, со мной? Результаты пришли, да? И? Все очень серьезно. У тебя опухоль головного мозга. Так. Понятно. Операбельная? Ну, сколько? Я? Сколько осталось? Дядя Наташка. Садитесь, Любовь Степановна. Я вас довезу. У меня в голове не укладывается, чтобы такой диагноз, а? На Наташке думать. А что тут думать? Сиротой останется одна дорога в детский дом. Любовь Степановна, ну что вы такое говорите? Какой сиротой, а? Ну, а что делать-то? У нее же не останется никого. Игорь, а мама поправится только честно. Ну, конечно же, поправится, Даша. Все будет хорошо. Ты чего? А ты меня, как мою маму, любишь? А почему ты спрашиваешь? Мама с дедушкой об этом уже говорили. Что хоть за ней ухаживали другие, но она им отказывала из-за тебя. Дедушка сказал, что это настоящая любовь. Даша, я тебя и твою маму очень люблю. М? Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Привет, Дашечка. Ну все, вечером я тебя, как обычно, заберу. Будь умницей. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Пойдем, Дашечка. После той встречи на работе, Игорь так и не перезвонил бы. Ясно, ясно, ясно. Действовать нужно. Самой с ней встретиться. А что ты? Опять к нему на работу ехать? Мне кажется, это неправильно. Слушай, а девчонку эту, которую он к тебе приводил, Даша, по-моему? Да, я ее не взяла. У нее и так все более-менее, а так вот пришлось бесплатно возиться. Все, Игорь, я деньги не возьму. На матч ее неизвестно где. А что, без хлеба? Тетя. Ну, только я без хлеба. Да, ну тогда остается одно. Если хочешь, Игорь вернусь. Ты о чем? Да есть у меня одна мыслишка. Ты говорила, он, кажется, с матерью живет? Ну да, а что? Пирог поешь? Не хочу, мам. Игорь, ну съешь хоть кусочек. Не доедай. Горь-то какой. Дашу жалко. Совсем одна останется. Игорь, ты что задумал? Я знаю, что делать. Сколько? Девяносто на шестьдесят. Привет. Привет. Светик, а ты знаешь, зачем я пришел? Выходи за меня замуж. Смешно. Ты же прекрасно знаешь, как я к вам с Дашкой отношусь. Вот. Я хочу Дашку удочерить. А для этого нам нужно пожениться. Чтобы не было никаких проблем при оформлении документов. Ты не обязана это делать. Я же все решил. Ой, смотри, твой Дина выпрыгнул. На. Мне его мама купила. Это Тирекс. Тирекс. Я даже таких слов не знаю. Просто я мультики про динозавров смотрю. А как ты думаешь, сможешь мне тоже мультики начать смотреть? Тебе нельзя. Ты уже большой. Ну да, большой. Мама долго болеет. Я скучаю. Скажи, а ты помнишь, где ты с мамой этого Дина купила? Помню. Возле нашего дома. Ага. А давай мы тебе еще одного Тирекса купим. Или как его там? А? Хочешь? Пошли. Алина Сергеевна, это вам. Мне так неудобно. Оленька, ну, наверное, же дорогие. А как? О! А это моя визиточка. Ну, на всякий случай. Запах нравится? Боялась, что не угадаю. Удивительное. Ой, Олечка, мне таких еще никто не дарил. Спасибо. Да не, даже. А правильно я понимаю, что Светлана, мама Даша, для Игоря много значит. Он и ее лечит, и с дочкой возится. Ну, только как друг. Они же много лет проработали вместе. То есть... Игорь сейчас один? Ах, или саж ты, Олечка, а? Я уверена, что Игорь любит только тебя. Просто, ну, на него сейчас только навалилось. Совсем забыла. Я же вам конфеты привезла из Швейцарии. Шоколадные. А, ну, давай. Тогда я сейчас уберу. Подожди, только со стола. Прямо с альпийских лугов. Ой, Боже. Угощайтесь. Спасибо. Я вот это возьму. Алина Сергеевна, мне очень нужна ваша помощь. Я хочу быть сыгрем. Мне кажется, я совершила большую ошибку. Сама не знала, что делаю. Но теперь поняла, что всю жизнь любила только его. Вы же мне поможете. Ну, что, понравился тебе магазин не игрушек? Да. Только ты мне столько всего накупил. Мама бы замечание сделала, если бы знала. Ну, знаешь, иногда детишек нужно баловать. Помнишь, ход? Иди открывай. Два, пять, пять. Ключ. Одиннадцать, пятьдесят пять. Мам. Мы вернулись. Ай, а у нас гости. Привет. Привет. А у меня вот что есть. Ух ты, какие красивые. А кто тебе их купил? Дядя Игорь. Какой молодец, дядя Игорь. Да. Дашенька, пойдем переоденемся, а то скоро ужинать. Я ожидала тебя здесь увидеть. А я уже собиралась уходить. А, ну пойдем, я тебя провожу. Давай помиримся. Мне так тяжело было. Ну, мне тоже нелегко. Я в себе места не находил. Ты прости меня. Я была не права. Я же врач. Я профессию не за денег выбрала, а чтобы людям помогать. Угу. После этого развода я все никак в себя не приду. И с детьми контакт потеряла. И людям не доверяю. Но это же пройдет, правда? Ты мне поможешь. Ну, посмотрим. Пойдем, пройдемся. Пойдем. Алина Сергеевна, Дашенька, до свидания. До свидания, Оленька. До свидания. До свидания. До свидания. Проходи. А помнишь, как ты подарил мне эту клач? Ну да. Не представляла, что Артур может быть таким. В смысле? Не хочу вырошить прошлое. Я рада, что от него ушла. Ну, хорошо. Давай не будем о прошлом. Игорь, а пойдем ко мне? Тетя сегодня у подружки ночует, я одна. Оль, давай об этом позже. Сейчас у меня к тебе есть очень важный разговор. Как скажешь, любимый. Только ты меня не перебивай, ладно? Хорошо. В общем, завтра мне нужно жениться на свете. Не поняла. Что тебе нужно завтра? Ну, я завтра женишь на свете. А как же я? Я тебя просил, не перебивай, пожалуйста, ладно? А дай мне тебе все объяснить. Не надо мне ничего объяснить. Мне и так все понятно. То есть ты решила со мной и с ней одновременно. Молодец. Оль, давай не будем вот, вот, вот так вот. Да, дай я тебе объясню, пожалуйста. Я всегда знала, что тебе нельзя доверять. Оль. Ты бабник? Оль. Все вы мужики одинаковые. Оль, Оля, дай мне тебе все объяснить. Я ничего не хочу слушать. И не беги со мной, как собачка. Больше ты меня никогда не увидишь. Ну, как все прошло? Помирились? Скорее наоборот. Это как это? Сейчас тебе расскажу. В общем, мам, я решил стать отцом для Даши. Для этого мне нужно жениться на свете, пусть даже формально. О, как? Да. Я все это пытался рассказать Оле, но она... Даже слушать не стала. Ну, понятное дело, она расстроилась. А ты ей сказал про диагноз света? Не успел. В общем, так, мама. Даша теперь будет жить с нами постоянно. И об Оле я ничего не хочу слушать. И я надеюсь на твою поддержку. Еще, еще, еще. Слушай, нужно узнать, как оформлять опекунство. Угу. Я еще раз хочу уточнить. Вы хотите провести бракосочетание без торжественной регистрации? Да. По-другому не получится. Она что, совсем лежачая? Иначе бы я вас не пригласил. Пойдемте. Проходите. Проходите. Здравствуйте. Вот познакомьтесь, Светлана, моя невеста. А ну-ка, жених, отойдем, поговорим. Значит так, я отказываюсь регистрировать брак. Вы что задумали? Где свидетели, где родственники? Может, я в полицию позвонить? Мало ли, вы сейчас женитесь, а потом квартиру не отхватите. Вы сейчас очень сильно ошибаетесь. Света, это мой близкий друг. Она тяжело больна. Ее дочь могут забрать детский дом. Если, если со Светой что-то случится, я хотя бы успею оформить опекунство, заменить девочке отца, понимаете? Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте сделаем это. Не ради меня, а ради ребенка. Пожалуйста. Ну, хорошо, пойдемте. А то невеста сождалась. А вы кто? Свидетель. С чьей стороны? С обеих. Перед государственной регистрацией... Сейчас, секундочку. Сейчас, секунду. Так лучше будет. Сейчас. На. Ага. Да, да. Продолжайте. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить, является ли ваше согласие стать супругами свободным, взаимным и искренним. Готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность? Прошу ответить вас, женя. Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и по вашему взаимному согласию, ваш брак регистрируется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Ирина Курцкая. Спасибо. Ну, должен же быть какой-то выход. Ну, вообще-то профессор Зябликов раньше оперировал подобную опухоль. А почему мне об этом ничего не сказал? Во-первых, это было давно, во-вторых, не все операции проходили успешно, а сейчас он вообще только консультирует. Все равно нужно попробовать его уговорить. Нет, человек, он не простой, он не согласится, да и вообще. Вы же с ним работали. Ну и что, все равно без вариантов. Нет, не получится. А я попробую, я попробую. Алло, Оля? Здравствуй, это мама Игорева. Она себя беспокоит. Послушай, нам нужно поговорить. Игорь же списался со Светой только из-за Даши, чтобы девочка в детский дом не попала. В детский дом? А я не знала. Ну так в этом все и дело. Бедняжка еще пожить не успела, а тут такое. Все так серьезно? Да. Игорь говорит, опухоль обнаружили в мозгу. Меньше месяца осталось. Это ужасно. Только я не пойму, а почему Игорь должен заботиться о ребенке? Почему родственники ее не заберут? Ну так нет же никого. Светин отец умер недавно, а про Дашин его отца Света не распространялось. А что же он мне сразу не сказал? Не знаю. Я не знаю. Ему, наверное, сейчас очень тяжело. Нельзя его одному оставлять. Я должна быть рядом. Поможете? Эрх! Эрх! Здравствуйте, я к профессору и его коллеге Игорь Сергеев. Аркадий Львович будет с минут на минуту, у него через двадцать минут лекция. Вы присаживайтесь. Да, хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий Львович. Вы простите, что я вас отрываю, но мне просто не к кому больше обратиться. Пожалуйста, проходите. Я прошу вас, ее прооперировать. Вы понимаете, что шансы на успех минимальны. Поверьте мне, при таких показателях ни один вменяемый хирург за операцию не возьмется. И я в том числе. Я не буду делать операцию. Света может стать либо овощем, либо умереть прямо на операционном столе. Это понятно? А я верю в успех. Все равно есть всегда один шанс. Есть шанс. Я настаиваю на операцию. Настаиваю, чтобы эту операцию провели именно вы. Правильно, шанс есть. Он называется чудо. Я в чудеса не верю. Я понимаю, вам тяжело, я сочувствую. Но ничем не могу быть вам полезен. Извините. О, а шоколадного кремика-то надо побольше. Дети шоколад любят, должно понравиться. Пусть он попробует, не понравится. Вы для кого еще торты петли? Ничего, ничего, все съедят. Потом еще фруктиками украсим. А ты знаешь что, ты сама-то главное не теряйся. Улыбайся. С Дашей посюсюкой. Вкусняшка. Маму похвали. А они потом уже и на Игоря повлияют. Ну я тоже посюсюкаю. А вот как? Войду замуж. То от девчонки избавлюсь. Не собираюсь я чужого ребенка растить. А я вижу, ты уже все решила. Дело за малым. Игоря заполучить. А ты что, сомневаешься? Ни капельки. А ты что стоишь-то? Иди уже, готовься. Сегодня должна красиво быть. Аккуратно. Спасибо. Да не за что. Много нет. Нет. Сначала глазурь. А я вам торт принесла. Сама готовила. Ой, Оленька, ну ты даешь. Ой, у меня чайник. С вишенкой. Я вишенку хочу. Так, руки. Арина Сергеевна придет. Все вместе будем есть. Сейчас будем чай пить. Дашка, смотри, какая вкусняшка. Налетай. Не хочу уже. Даша, ты что? Ну, очень вкусно, правда? Я старалась. А это вам. Спасибо. Так, давай скорее налетай, а то мы и сами все съедим. Ну, посмотри, тут вишенка, орех, шоколад. Все, как ты любишь. Ешь, подруга. Вы мне не подруга. Не хочу ваш торт есть. Даша, ешь, я сказала. Ешь, я сказала. Ну-ка, быстро ешь. Ешь. Даша, дядя Игорь, дядя Игорь пришел. Сынок, а к нам вот Олечка в гости пришла. Я вижу. Мам, отведи ребенка в спальню, пожалуйста. Иди, Даша. Ты что здесь делаешь? Игорь, я тебя в прошлый раз не так поняла. Вот иди, Дашенька. Ты пока поиграй тут, ладно? С динозавриками. Извини, если что-то не так сказала. А у Светы там все так плохо, да? Игорь, ты знаешь, я готова заменить Дашу маму, когда ее не станет. Ты Свету раньше времени не хорони. А Даши мамой ты никогда не будешь. Уходи. О, ты круглый дурак. Хочешь повесить на себя заботу о чужом ребенке? Я в этом цирке участвовать не собираюсь. Ты ничем не лучше моего бывшего мужа-идиота с его доченькой. Бай-бай. Слышала? Да. Оля, не та женщина, с которой я хочу связать жизнь. И мама, больше за моей спиной ничего не делай. Я не буду. Хорошо, не буду. Эй! Да тетя ушла. Да тетя ушла. И больше не вернется. Привет. Привет. Отойдем. Только прилетела. Проблемы свои решала. А тут такое. Это очень серьезно. Ну, ты со Светой можешь побыть? Конечно. Как это все случилось? Давайте потом все расскажу, ладно? Мне кое-что надо выяснить. Почему Сябликов отказывается оперировать? В чем причина? Вы с ним работали. Вы должны знать. А с чего вы взяли, что должна быть причина? Ну, потому что врач такого уровня не может просто так вот взять и перестать оперировать. Понимаете, я не могу об этом рассказывать. Существует, в конце концов, врачебная этика. Это его личная. Света умирает. Ну, мы что, вот так просто будем сидеть, сложа руки, да? Хорошо, я расскажу. Я работала с ним тогда. Аркадий Львович оперировал свою дочь. Тоже опухоль, очень похожий случай. И во время операции она умерла. С тех пор он не может взять в руки скальпури. Я с ним сам поговорю. Спасибо большое. Аркадий Львович. Да. Здравствуйте. Здрасте. Простите, это снова я. Я вижу. Я знаю, почему вы не хотите оперировать. Пожалуйста, не везь с ним в свои дела, ладно? Из чего это вы взяли, что я боюсь оперировать? Я этого не говорю. Я прошу вас помочь Свете. Уже как коллега. Я понимаю, как вам сложно вернуться в операционную. Но, к сожалению, я сам такую операцию не смогу провести. Но всю ответственность я возьму на себя. Вы мне так ничего не ответили. Здравствуйте. Готовим инструменты и операционный материал. И начинаем работать. Наркозная маска, пожалуйста. Хорошо. Мне не нравится энцефалограмма. Давление падает. Так, нужно вводить до кубика на линоле. Это большой риск. Могут произойти необратимые изменения. Вы уверены? Да, я уверен. Вводите. Ну вот. На линоле пляж и обухоль удалена. Ничего, моя дорогая. На Игоря свет клином не сошелся. Ты девушка видная. Без пары не останешься. Знаешь, как обидно. Забудь. Самооценка ниже плиты. Перестань. Ты же мне настоящая королевишна. Найдешь ты себе еще жениха. Знаешь что? Мы твои фотки на сайте знакомств разместим. Вот, а женихов подбоя не будет. Только обязательно написать надо сразу. Одиноким папашам с дочками просьба не беспокоиться. Вот. Узнаю свою Оленьку. Именно такой мужчина сходили с ума. Так что не раскисай. Держи фасон, Оленька. А я своего добьюсь. Это точно. А вот это правильно. Правильно. А мороженое жрать? Не дам. Федя? Привет, Алин. Привет. Вот. Не буду я брать твой букет. Ты б хоть поинтересовался, как у меня в деревне дела. Ну и как? Вот бросил все. Тебе приехал. Соседка обещала за хозяйством присмотреть. Я, между прочим, скучаю по тебе. А я, между прочим, тоже по тебе скучаю. Даже думала навестить. Просто у Игоря много проблем было. Алина, ну, возьми, ну, чего я с ним как-то. Алина, я ведь, я ведь места себе не нахожу. Ну, давай мы с тобой поделимся. Или я к тебе, или ты ко мне. Идем домой, там все и решим. Тихо, тихо, тихо. Ну что ты как? Ну? Все прошло просто замечательно. Ты большая молодец. Там во время операции был один серьезный момент. Но он не растерялся. Горжусь. Я вам очень благодарен за то, что вы все-таки согласились оперировать. Я вам как мужа благодарен. Вы что, женаты? Ну, уже неделю как. Вы смелый. Знаете, обычные хирурги не оперируют родственников. А если оперируют, то не всегда удачно. Можно? Не помешаем? Мама, мамочка, я так по тебе соскучилась. Я тоже. Воздух сумасшедший. Сто лет на улице не была. Спасибо тебе за все. Даш! Давай, залезай. Вот, молодец. Полочку дай. Ты посмотри расписание. Когда у тебя будет свободное время, можем поехать документы на развод подать. Дуреха ты, дуреха. После того, что мы пережили, о каком разводе может идти речь? Давай поженимся. Мы женаты. По-настоящему. В смысле? Светка, я тебя люблю. Ой, а что это вы тут делаете? Ну, вот, Игарёк, а говорил, не поедет твоя мама ко мне в деревню. Едеть теперь в городе, делать-то нечего. Нашенька, нашенька, нашенька. Того есть, кому присмотреть. Ну, да. Дядя Фёдор, а можно я к вам в гости не на неделю, а на целый месяц поеду? Мне там очень нравится. Да, конечно, можно. Конечно, живи сколько хочешь. Ты ж теперь коровку умеешь дать? Ну, идемте садиться. Мамуль, а когда тебя обратно дождать? Ой, не знаю, не знаю. Сколько выдержу? Придется искать компромисс. Полгода в городе, полгода в деревне. Это я не согласен. Кто же будет за хозяйство-то смотреть? Я решил стадо коров завести. Ну, небольшое, голову двадцать. Что? Игорь, выгружай вещи. Таше, мы никуда не едем. Да шучу я, шучу. Мне счастливо. Ну, ладно. До свидания. До свидания. Пока. Счастливо. Давайте, Витя. Спасибо. Счастливо. 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 До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok